Доброе утро, мир! Сегодня вторник, 7 января. Это мой второй день тренинга работы интернет-провайдером в Оптимум. Поехали на работу. Время уже без 10.08. Пора ехать. Вот и все. Машинку оставили. Едем. Мы пришли уже дети, короче, а она говорит, просто, короче, ешь. Все, мы приехали. Ехали мы далеко, долго. Сначала мы с ним встретились, потом мы ехали еще 50 минут где-то. Меня немножко укачало в дороге. Я сейчас чувствую немножко так себе, паршиво. Чуть-чуть, чуть-чуть. Сейчас пройдет, просто долго ехали. Вот приехали на объект. Так, это у нас уже получается второй объект. На первом что-то самочувствие прям вообще какое-то не такое было. Пока раздуплился, пока очухался, качало прям серьезненько так. Доброе утро. Доброе утро. Это место называется Граундблок. Откуда кабель доходит со столба. Со столба доходит до дома. Здесь происходит главное соединение. Теперь это первоначальное соединение. Дом идет. Главный кабель со столба доходит до сюда. Здесь обычно стоит либо сплиттер, и уже отсюда идет по разным комнатам в доме. Или же отсюда кабель заходит. Или в подвал. Или же на чердак. Сейчас мы будем делать installation, то есть устанавливать в интернет. Да. У них вообще то есть нет сейчас? У них есть. А вот это баксоверайзена. А вот же верайзен, тут написано. Ну вот, точно. У них на данный момент или верайзен, или оптимум. Первое дело, мы проверяем, есть ли сигнал на граммблоке. Я посмотрел на столбе, там вроде кабель подключен. То есть ты там в серфе уже увидел что-то? Да. Ну, легко просмотреть кабель, который идет до дома. И ты сразу можешь понять, есть ли тут что-то или нет. Проверяем мы наличие сигнала нашим внутрь. Пока Артем проверяет сигнал, хочу сказать то, что на первом заказе мы были буквально минут 10-15. Вот Артем там быстренько что-то нашаманил. И ты пошаманил. Ну, и я чуть пошаманил, да. И заработали 40 баксов. Ну, Артем заработал. Артем заработал. Сигнал у нас есть? Сигнал отличный. Кстати, диапазон забыл. Я помню, ты вчера говорил диапазон у меня, что какие. Здесь это показывает просто фреквенсии. Частота. Частоты. Частоты. Частоты, да. Уровень частоты довольно-таки большой. Он позитивный. И больше 10 это уже хороший показатель. Можем мы проверить указания upstream и downstream. Ой, блин. Погода сегодня хорошая. Погода хорошая, только высыпаться надо. Теплая. Привет. Привет. Погода. 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 Это новая связь. Мы хотим нового вируса, да? Я вам показать вам. Ты уже есть вируса. Все работает. Ты уже есть вируса. Ты уже не можешь поменять ничего. Но у нас есть очень сложная ситуация. Что? Позвольте. Как вы видите, у нас есть два вируса. У нас есть вируса. У нас есть вируса. Это новая связь. У нас есть ничего с ним. Правда. У нас есть новое вируса. Это не нужно. Почему мы не нужны нового вируса? Для чего? Мы нужны нового вируса, для новой связи. Нет. Вы не нужны нового вируса, для новой связи. Мы можем использовать существующий вирус. Мы можем распределить сигнал. Ты уверен? Да, 100%. Я должен проверить. Мы проверим. Но, в любом случае, работа закончена? Да, работа закончена. Что делать не надо? Короче, кратко. В чем была суть разговора Артема с этим мужчиной? Мужчина говорит то, что я хочу новый кабель со столба. Прямо, чтобы протянули новый кабель. Артем говорит, типа, нет, зачем новый кабель? У вас и так есть один. Мы просто его разделим. У вас будет два разных интернета, правильно? Да, нет. А мужчина, типа, говорит то, что нет, я хочу новый кабель. Ну, не знаю. Короче, не объяснил причины. Просто сказал, типа, хочу новый кабель. Ну, вообще, как это работает? Налогия будет такая, что, допустим, в квартиру поступает электричество, но на два разных счетчика. Он думает, что, типа, электрический кабель идет до него, он будет платить и за то, и за другое. Поэтому он хочет это распределить. Он думает, что он будет платить и за то, и за другое. Но счетчики у них разные будут. Понимаешь? Ну, типа, у них одна труба на двоих, но счетчики разные будут. У тебя дом. Так? Угу. Сюда поступает водопроводная труба. Одна на двоих. Да. Но краны у вас разные. Ты платишь за свой кран, он платит за свой кран. Но труба у вас, откуда поступает вода, одна и та же. Он хочет дополнительную трубу, чтобы она как будто была только для него. Но разницы никакой нет, откуда поступает вода. Потому что счетчик... Ну да, я просто смысла не вижу смысла. Да, да. Потому что счетчик у тебя будет свой, собственно. А он думает, что раз сидел с его трубы, значит, он будет платить за все. Пойдем на улицу. Сделаешь новый фитинг. А, я буду делать. Давай. Надо, сейчас уже что-то начать с ними руками делать. Слушай, это не твой телефон? А, нет, не твой телефон. Он разбитый. Так, все, мы закончили второй заказ. 60 долларов получили за него. Того уже 100 долларов за два заказа и за один час получается, да? Да. Заработал Арсем опять-таки, не я. Ты сейчас закрываешь заказ? Да, я закрыл заказ. Но идите потом еще покажу. Нам, на самом деле, повезло, потому что был сигнал уже в доме. И нам не пришлось тянуть кабель со столба. Ну, в принципе, это бы заняло еще дополнительных минут 20. И доставать лестницу вот эту, да, тоже бы пришлось? Ну, это не так сложно, на самом деле. Ну, просто сэкономим себе 20 минут. Ну, я так понял, если бы этот мужик все-таки бы настоял, типа, я хочу себе еще дополнительную, отдельную... Он бы все равно в любом случае ничего бы не получил. Да? Если честно, да. Ну, потому что его слова не имели никакого смысла, если честно. Все, едем на следующий. К новым деньгам. К новым знаниям. Да, поехали. О, приехали на следующий третий заказ. Вот, в этот дом. Артем говорит, что ему уже не нравится, потому что кабель, он валяется оборванным. Он там вот, вот так вдоль идет. Чу-чу-чу-чу-чу-чу. А здесь у нас installation, да, будет тоже? Да, здесь установка двух TV-бакс и модема с раутером. Так, ты проверил сигнал? Я проверил сигнал. Сигнал есть. Этот бардак не обращайте внимания. Пока что. Возможно, мы сюда к этому вернемся. Возможно, кабель идет не к нашим людям. Хеллоу. Хорошая такая дура. Что мы ищем? Мы ищем кабель. Шикарно. Есть все. Это раз. Если это раз, тогда должен быть двадцать. А вот и второй, видишь? Кто-нибудь спрятался тут красиво. Угу. Закрома. Ну, короче, в комнате был вот этот кабель, который мы нашли. Я его дергал со стороны. Артем понял, что это именно этот кабель, у которого есть сигнал, да? Нет, на нем нет сигнала. Это просто этот кабель идет в ту комнату. Отсюда. Да, да, да. Мы его здесь должны просто подключить. Ты сейчас сплитер сюда поставишь, и ему будет сигнал уже туда. Логично. Это уже шаричек, конечно. Мастер-класс по питингу. Ааа. Это стриппер. Угу. Здесь инерционное направление, куда должен идти кабель. Вставляется кабель. Угу. Отсюда. Оборот вперед, оборот назад, вперед, назад, вперед, назад, 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 вперед. Кручу-верчу. По-моему, источу. Все. Теперь обмоточку убираем аккуратно. Угу. Такой чистенький у нас получился. Теперь вперед. Фитинг. Парджи с Икс. Фитинг. Вставляем. Тяжем руки. Все. Белая часть поравнялась. Теперь конькуем. Сейчас вот это вот черное будет, два деления, будет одно деление, да, в итоге? Оно сожмется. Мы его сжимаем. Жали. Угу. Отлично. Теперь отрезаем лишнее жало. Вот это посуда. Угу. Вот хорошее физическое. Теперь что нам надо с тобой, Атур? Нам нужен с тобой two-way сплиттер. Он у нас есть. Теперь нам нужно еще сделать еще один джампер, чтобы подключить этот сплиттер к тому сплиттеру. Джампер это что? Джампер это просто переходничок такой. А, окей. То есть ты сейчас к ним будешь подключать сколько оборудования? Одно. Одно. А, только одно? Да. Только телевизор? Да. Но внутри мы сделаем еще один джампер под модем. Ты даже не спрашиваешь, что есть особо, а туда можно пройти, нельзя пройти? А можно. Да можно. Ну, типа с опытом ты поймешь, знаешь. Пока спросишь, лучше самому, да, все сделать? Ну да, твое время, деньги он тебе, конечно же, не откажет, или, ну, ты сам поймешь, что если кто-то в комнате есть. А еще один лайфхак. Иногда бывает, ну, кабель задубивает немного, и тяжело просовывается фитинг. В этом случае помогает зажигавочка. Да, чтобы не ломать все пальцы. Вот я просто чувствую, он очень жесткий. Мы его немножечко подогрели. Фитинг. Спорю уроку. Оба. Зашел вообще как родной. Да. Красавчик. Просто относительно того, когда люди ко мне домой заходят, не важно, там, интернет включить, там, еще что-то сделать. Ну, не знаю, без моего ведома, я могу показать, куда можно пройти, человек где находится, то есть, знаешь, мне не очень нравится, когда кто-то себя в моем доме ведет себя как хозяин. Ну, понятное дело, я все в пределах дозволенного делаю. Ну да, я, ну да, видно, видно, что я в пределах разумного. Ну, это зависит от человека, просто кому-то это понравится, кому-то нет, все равно. Просто я люблю, когда дом очистый, когда все аккуратно, когда я знаю, где что лежит. Ты видел этот дом? Ну, да. Во-первых. Там у чувака не особо много претензий. Не особо много запросов и претензий. Да. Так, ты сейчас, а что делаешь? Я подключаюсь к сплиттеру, ставлю еще один сплиттер, чтобы подключить наш тот кабелек. А интернет вот здесь вот есть? Да. Берем два пульта, у нас заказ на две Samsung Baxe, это уже Legacy система. Ем идут обязательно провода питания, Baxe, еще один телайфак. Если будет не хватать розетки, ты можешь подключиться прямо сюда. Понял? Вот эта розетка идет от Baxe. А, прикольно. Если что. Также на заказ идет модель и раутер. Это мы все берем. То есть тут полный пакет прям? Да. Я так снимаю. Артур берет свое первое оборудование. Неуверенные шаги. Я его проведу. Да, а что ты играешь? Еще и футбол. И техник, и футболист. Только растяпы страшные. Прости, пожалуйста. А что мы с собой инструменты не берем? Берем? Я тебя хочу довести. Так, ученика с нервной теперь снимаем профессионалов. Здесь на модеме, на таком модеме, выставляешь только CMAG адрес. Понял? 1, 4, C. 0, 3, 2, 1, 5, 5, 0, 8. Вот ты ввел, потом живешь на пустое поле. Оба ввел, он тебе показал, что это модем. Ты делаешь ад. Добавил. На баксах ты выставляешь серийный номер вот этот. Вводишь на пустое поле, он тебе определяет, что это Samsung Bucks. Дальше ты добавляешь. Пока Артур добавляет оборудование, мы вставили модем, чтобы он прогрузился. Все, ждем. Так, оборудование добавил. Этот бокс есть, этот бокс есть. И мы еще добавили модем, вот это уже тоже есть. Все, жду дальнейшую инструкцию от Артема. Так, ты сейчас что сделал? Это наш джампер. Мы должны подключить модем и TV Bucks одновременно. Так, кабель один, от него и пойдет. Понял. Развязка. Мы добавили к себе на аккаунт, на свой аккаунт, на техника. В смысле это то, что я все убил, да, серийные номера? Да, да. Теперь ты идешь. Вот здесь вот наши все заказы. Мы заходим в первый. Вот здесь мы работаем. Заходишь. Эквипмент. Потом WHA. Вот у нас две баксы. HD HDMI Bucks, это TV Bucks эти. Сначала добавляется видеооборудование. Добавляем одну Самсунгу, вторая Самсунгу. Следующий идет интернет. Как только здесь будет три синих огонька, не мигающих, это значит, что модем прогрузился и он готов к регистрации. Как ты у нас так пойдет? Главный камер всегда вставляется, ну, он всегда отличается с флотом. Он или красным светом, или желтого. Это главное питание в модем, в раутер. От него идет. То есть модем дает интернет сюда, а рутер уже раздает? Да. Не забывай всегда говорить клиентам, где у них находится пароль от Wi-Fi. Пароль, вот имя. Слушай, я понимаю назначение и функции модема, роутера, а вот это что такое, для чего это? Это TV Bucks. Именно только для телевизора? Да. Ну да, логично, потому что у нас, в принципе, нет телевидения дома, поэтому вот этой штуки у нас нет. У нас есть интернет, роутер, модем дома, поэтому вот это у меня есть, в принципе, дома. Пароль, можешь показывать? Да. Вряд ли кто-то с YouTube хакнет. Павер, мне кажется, есть умельцы, которые могут хакнуть. Я думаю, что здесь что-то найдет. Так, ты, получается, сейчас активировал роутер. Имеется в виду, ты подключил интернет или что-то именно сделал? Не-не, сам девайс нужно активировать, чтобы он работал. Видишь, модем прыгает, значит, интернета еще нет. Когда будет три огонька постоянных, не мигающих, значит, тогда девайс работает. Теперь что ты будешь делать? Подключать бокс к телевизору? Он уже включен. Ты сейчас его будешь перринг делать? Не, перринг, на этой системе перринг не нужно делать. В смысле? Только на Altice, это же не Altice. А, это Legacy. Это Legacy. То есть тут просто подключаешь, и он уже сразу перрится. Он уже готов. На автомате. Все, в общем, появилась картинка, значит, то, что телек заработал. Да. Интернет проведен, бокс работает, все работает. Я не успел заметить, как Артем здесь тоже подключил телевизор, интернет. Когда ты успел это сделать? Пока ты там делал. Подвигайся ты быстро, дай я хоть что-то тоже поделаю, а? Хотя бы на камеру. Пожалуйста. Сейчас, сколько ты с этого дома заработал? 70. 70? Да. Сколько мы здесь пробовали? Минут 40. Нормально. Хороший день, а? Хороший, отличный день. Получается, третий заказ за сегодня, и 170 баксов уже в кармане. Уже в кармане. Время 11.49, мы начали. 10? 9, по-моему. Мы в 9 начали. 9, окей, за 3 часа. Блин, это круто. Круто? Не, ну ты опять-таки не учитываешь дорогу, тоже. Приехать, уехать. Ну, мы сюда приехали. Ты сколько? Полтора часа в количество ты ехал? Да. Даже больше? Да, да. Ну, полтора часа. Тоже надо учитывать, на самом деле. Ну, почему? Почему ты учитываешь это? Ну, потому что можно найти работу, допустим, да, которая будет прям возле дома. Возможно. И ты не будешь тратить на дорогу. Ну, в среднем, в среднем, в Нью-Йорке ты тратишь около часа, чтобы добраться до работы. Ну, да, в среднем. Но можно же, по сути, постараться и возить дома. Можно, можно, можно. 5 минут 10 минут от дома. Все возможно в этом мире. Так, это следующий объект. Следующий объект. 9 минут, 3,5 мили. Поехали. А теперь я ведущий. Какие у тебя впечатления после первых двух дней? Положительные. Мне нравится. Буду продолжать, буду изучать эту специальность. Работать. Работа интересная тебе? Работа интересная. Познавательная? Да. Физически сложная. Нет, физически пока не сложная. Не знаю, как будет дальше. Пока все ок. По деньгам прибыльно. Прибыльно. Хорошо. Это реклама компании, да? Типа, ребят, я открою свою компанию, давайте, мне нужно 20 человек новых. Возможно. Но. В будущем. Просто, что хотел сказать, работа должна радовать тебя, иначе не будет никакого успеха. Ну, это, конечно, банально и всем понятно, но на самом деле это так работает, что никакие деньги тебя не удержат, если ты занимаешься нелюбимым делом. Ну, или хотя бы это тебе неинтересно, как минимум. Согласен. Конечно. И мне кажется, вот ты мне рассказывал, да, это то, что работу меняешь не то, чтобы регулярно, но хотя бы раз в год, раз в два года. Да, я стараюсь менять работу хотя бы раз в два года. Это крутая штука, потому что на самом деле монотонность. Любая работа со временем становится монотонной. Даже эта. Работа тебе со временем наскучит. Да. Потому что ты постоянно вроде бы в разных домах с разными людьми общаешься и постоянно в разных местах ездишь. Да. Все равно наскучит год-два, вот и правильно говоришь, и потом надо менять. Надо менять. Ну, нужно искать что-то лучше. Лучше, конечно. Лучше получать свой уровень. Да, ниже спускать не надо, но если там хоть что-то лучше, через год-два можно спокойно менять работу и чуть-чуть новая проповедь. Все еще лучше создавать свой бизнес. Ну, бизнес такой себе, я не знаю. Ну, у меня был бизнес, если честно. Серьезно? Да. Я продавал телефоны, у меня был магазин. Я подключал. В Групплине? Да. В Групплине был? Не очень, если честно. Прибыльный я работал в ноль. Хорошо еще, что я в ноль работал. И, ну, в целом у меня вся прибыль осталась только в остатках. Понимаешь? Ну, остаются телефоны, это и есть моя прибыль. А так я просто в ноль закрывался. Мне вот хватало оплатить. Ну, да, это тебе вообще не вариант, потому что жить не надо, что тоже. Ну, да. Телефонами, там, продукты не будешь. Ну, я еще понял, что, типа, продажи – это не мой бизнес, вообще не мой. Магазинами тоже тяжело, потому что, ну, тебе практически надо жить в нем. Так же, как и ресторанный бизнес, тебе просто надо в нем там жить, постоянно находиться. Иначе ничего не получится. И на самом деле, ну, сейчас, в наше время, мне кажется, легче найти высокооплачиваемую работу, чем открыть какой-то свой бизнес. Особенно в Америке согласен, в Америке вполне себе это реально. Да везде, мне кажется, реально. Не, мне просто, не знаю, ну, на мой взгляд, в наших странах, в советского пространства, даже ты найдешь высокоплачиваемую работу, она будет относительно высокоплачивать той из страны, где ты живешь, наверное, в России, там, не знаю, в Узбекистане, в Казахстане, в Украине, в Беларуси. Но, по факту, ты можешь получать в разы меньше, чем тоже специалисты будут получать в Америке. Ну, так, век интернета, высоких технологий, почему бы не найти себе работу удаленную. В фрилансе, Миша? Не обязательно в фрилансе, но ты же можешь работать, искать клиентов за пределами СНГ. Ну, смотря, это да, зависит от аппетитов, то есть, если у тебя там амбиции такие, типа, вот, хочу столько-то зарабатывать, то для этого. Не, ну, почему, ну, допустим, яркий пример, там, танки. Игра. Игра танки, да, но она была сделана в Беларуси. Да, да, согласен. Че, нет, играют по всему миру. Но сделал ты ее какой-то один человек, который собрал группу атишников, которые создавали эту игру. Да, ну, они же все в Беларуси живут, а просто товар продают за пределами Беларуси. Да, но мы говорим о том, что человек-то, по сути, зарабатывает один, который создал, ну, он, наверное, стал миллионером или миллиардером, работники, которые на него работали, которые создавали сам продукт, они же получали зарплату. Но я не думаю, что у них маленькая зарплата на данный момент. Не, ну, может, она не маленькая, но все равно она, как бы, ограниченная. Это не будет, там, какая-то сфера зарплата, там, не знаю, несколько десятков тысяч долларов, например. Почему бы нет? Ну, в месяц. Несколько десятков тысяч в месяц. Да, хороший специалист. В Беларуси. Так где угодно. Он же может работать на удаленке. Это зависит от аппетитов и запросов. Ну, тут тоже верно. Я к тому, что все возможно. Конечно, все возможно. И мы в данный момент ничем не ограничены. Ну, не важно, где ты живешь. Согласен, сейчас в наше время намного-намного проще. Имея интернет и компьютер, просто можно творить чудеса. Артем, как говорит, здесь тоже все подключено. Это говорит то, что мой день. Это у нас последний заказ, да, на сегодня? Последний заказ, пока что. Ну, из официальных. Из официальных. Возможно, мы еще что-то берем. За другими можно взять и делать работу. Потому что мы идем вперед своего времени. Мы здесь должны были быть с 11 до 2. Сейчас время только 12. Если мы закончим это за час, получается у нас еще час есть времени до закрытия окна. Окна идут как? С 8 до 11, с 11 до 2, и с 2 до 5. Как мы смотрим? Подключено или нет? Во-первых, мы смотрим от дома, который кабель идет. Вот мы его видим. Он пошел, пошел, пошел. Тут несколько кабелей, а как ты понимаешь, какой твой? Тонкие вот эти, это не наши. Наши вот эти вот толстые. Средней линии. Средней, ага. Средняя линия. А, вот эта вот фигня с сосками, как в имя, это называется ТЭП. Это главный терминатор. Отсюда поступает сигнал. Я вижу, что два кабеля подключены к ТЭПу. Значит, один из двух должен работать. Это наш меню, меню метро. Через левел ты проверяешь частоты. Есть какие-то помехи на частотах и так далее. Включили, подключили. Нам дали еще наработку. Серьезно? Здорово. Хом-левел. Сигнал хороший. Хороший. Видишь канал? 87. Видишь частоту? 603. 603. Окей. Есть три канала, по которым мы определяем частоты. Показатели Бермер должны быть в этом диапазоне. 1,09. Всегда. Если что-то меняется, если вот эти два показателя меняются, значит, что-то с линией. Какие-то помехи. Допустим, если с линией помехи, что надо делать? Нужно менять драп. Или же... Драп это что? Драп это кабель, который идет от столба к дому. То есть тут все нормально, и мы ничего не меняем? Мы ничего не меняем. Но мы проверяем все каналы. Я, видишь, проверял 87-й, сейчас 91-й. И проверяю я 116-й канал. 87-й, 91-й, 116-й. Это значения, которые ты уже знаешь. Помолчай, мы их себя проверяем? Они настроены на митре. Тебе их настроят. Но здесь меняется частота. Видишь, 747-я. Если я иду на 87-ю, другая частота. Если я иду на 91-й канал... Ну, надо подождать, чтобы он прогрузился. Все. Сигналом все отлично. Можем работать в доме. В общем, в этом доме, только что... Артем прозванивал в разных комнатах. Вот эти вот расъемчики, которые вон там вот. И всего лишь один из всех рабочий. Поэтому в этой комнате мы будем проводить кабель. И здесь установлены с роутер, модем и прочее. И прочее. Ну, по сути, роутер и модем. Все инструменты с этой стороны я ставлю. Смотри направление. Вот, вот направление. Как кабель должен идти. А это что такое? Верхнее гнездо. Для толстых кабелей. Они называются RG-11. А это для RG-5. Так нормально. И кручу. Руку поближе. Когда кабель будет готов, ты сам почувствуешь, что он легко выходит. Держишь тремя пальцами здесь. А эта рука просто впихиваешь. Плохо идет немножко. Я использую? Нет. Зажигалочка. Ну так, зажигалка здесь тоже обязательный инструмент, по сути, да? Ну да. Равнялась. Угу. Режешь, ты вот этим ищешь, да? Нет, его креповать сначала надо. Просто сжимаю. Угу. Наверху идет, или... Ну, что поменится? Это дело пока второй, конечно. Ну, сейчас, видишь, вся обмотка немножко не так пошла. Ты перекрутил? Нет. Ну, не перекрутил. Видишь? А-а-а. Открытого места должно быть немножко побольше. Это можно исправить ножом обычно. Смеряешь сколько тебе надо, ну, где-то вот столько. Обрезаешь. Аккуратненько. Вот столько у тебя должно быть открытого места. Угу. Оболочки. О, прям зашел сразу по часу. Теперь посмотри, ты выровнял. А, слушай, она перешла. Ну ладно. Подними немножко куфетин. Да, сейчас ровно. Теперь эта штука. Да. Как она называется? Скриппер? Кримпер. Кримпер. Скриппер. Она, как на 3 мм, да, должна быть здесь? Ну, где-то так. Черную снимаю, белую одеваю? Да. Как вы будете установить модель после этого? Вы хотите степить куфетин к стене? Нет, я не могу быть на стене. Я просто спросил, если вы хотите степить куфетин к стене. Или нет. Да, да. Просто не поднимайся. Итак, время уже 2.20. Мы закончили. Артём привёз меня обратно к своей машине. Всего сегодня получилось 5 работ. И Артём сегодня заработал 270 баксов. А я нолик. Потому что я ещё ученик. Тем не менее, в скором будущем буду тоже зарабатывать. Получается, он это заработал где-то за 5 часов непосредственно с самой работы. Даже меньше. За 4 часа он столько заработал. Неплохо. Но сегодня, он говорит, заказы тоже были лёгкие. Повезло. Везде всё быстро получилось сделать. Зато состояние у меня ужасное. Потому что абсолютно не высыпаюсь. Надо просыпаться в 6 утра. А привычка ложиться рано ещё не выработалась. Ложусь после 2, где-то в 3-4 утра. То есть, плюс совсем мало. Время у нас уже полпятого. Мы тут с Олей решили зайти в Коско. Вон в тот магазин. А сегодня ночью с Олей улетает. Куда ты улетаешь? В Майами. В Майами Оля улетает. Одна. С подругами, а не одна. С подругой, да? С подругами. С подругами. Кто ещё летит? Оксана. Серьёзно? Ну, она на другом самолёте летит. А что ты мне ничего не говорила? Я тебе говорила. Когда? Я тебе говорила. Серьёзно? Да. Потому что Оксана летит? Да. Понятно. То есть, вы втроём летите? Да. Получается. Летим вдвоём, но там мы встречаемся втроём. Мы будем там со временем. Понял. У вас всё так мощненько. Ну, в общем, да. Оля сегодня улетает. Она улетает на 3 дня. Вообще, на самом деле, она улетает завтра утром. Просто ей надо будет выйти из дома сегодня. Во сколько? В 3 часа ночи. В 3 часа ночи. Блин, надо нажать на кнопочку. Давай, Артур, расчишку. Ты же ел вроде бы. Или не ел. Короче, вот так вот всё это делается. Посмотрели хлеб. Вот этот нормальный. Короче, он стоит 6 долларов за вот это всё. Тут, в общем, 12 таких вот булочек. По весу 2,5 паунда. То есть, это где-то чуть больше килограмма. Чуть-чуть больше килограмма. Взяли хлеб за 6 баксов. Капец. Я в шоу. Я ещё никогда, кстати, так дорого хлеб не брал. Ну ладно. Правда? Правда? Это можете меня поздравить с расточительством. Я кое-что понял тоже. В 20-м году это не расточительство, это здоровье. Вы посмотрите, какой здесь огромный ассортимент сырок. Это вот одна полка. Вернее, один ряд. Там ещё есть за ним другой ряд тоже сыры. Поэтому мы решили, раз, такое огромное количество сыров, мы будем экспериментировать и пробовать разные сыры. Мы вроде бы нашли то, что мы хотим на этот раз. Вот это, да, получается? Угу. Попробуем. Это колумбияно, то есть колумбийский какой-то сыр. Спасито. Да. Тропикало. Смотри, он стоит 6 долларов за полтора паунда. То есть вот здесь полтора паунда. Граммов сколько по граммам? 680. Вот. И он стоит 6 долларов. А, да, вот надо посмотреть. 4 февраля. 4 февраля мы вот точно сидим. Ну да. Для сыра есть, всё, идём домой. Состав этого сыра хороший, то есть ингредиенты все окей. Никаких там позазорительных вещей не было обнаружено нами. Давай посмотрим фрукты и овощи, чем-то такое. Фрукты овощи? Китайского. Блин, реально, мы с тобой в Умарте взяли точно такой же пакет мандаринов за 3 бакса, да? Угу. Здесь это стоит 6 баксов. Смотри, гнилые. Фея, бея, кака. Точно такой же. Кстати, гнилой – это признак натуральности. Ты со мной не согласна? Конечно, согласна. Сумничал. Это все знают, да, то, что если продукт не йод, хотя и неорганика тоже гниет. Если гниют все продукты. Да, не все. Ты про червей говоришь. Если черви, то значит яблоко гниет. Да, значит яблоко хорошее, потому что черви не дураки, у них есть мозги, между прочим, да? Ну у них есть интуиция, по крайней мере, они знают, куда идти. Да, 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 интуиция у них есть. И шарганский. Инстинкты? Жрать нормальные яблоки. Нужно купить кошку и все мясо проверять на кошке. Лук есть, значит, норм. Надо брать мясо, брать две миски, кидать кусочек в одну миску, кусочек в другую миску. Куда кошка побежит, то мясо ей хорошее. Надо, короче, зайти себе дома в зоопарк и проверять все продукты. Да, да, я эту идею запатентую. Пустите меня на стол. Не надо подвигаться. Шпинат для Оли. Идем. Мы наткнулись на то, что просто должно обязательно поглощаться зимой. Это чеснок. Обязательно нужно перед полетом сегодняшним наесться чеснока и пойти в самолет. Да. И со всеми общаться. Давай так и сделаем. Упаковка чеснока. Тут 2 паунда. Стоит 6 долларов. Сделано в USA. Берем... Это как называется по-русски? Клюква. Это клюква разве? По-моему, да. Стоит 9 долларов. Тут у нас 4 паунда. Почти 2 килограмма. Берем. По-моему, это не клюква называется. Это как? Вот это что такое? Не знаю. Клюква. Мы сам переведем в этом переводчике, либо вы можете написать в комментариях. Специально в переводе не будет слова крембери, чтобы вы запомнили лучше. Просто весь этот переводчик и узнаете. Обалдеть. Мы нашли инжир по достаточно хорошей цене. 11 баксов за упаковку, тут вот сколько, килограмм сушеного инжира. Блин, ну это круто. Блин, инжир он мега полезный. И вот это на самом деле не дешевый продукт, поэтому это хороший дел. Как по-русски от дел? Good deal. Предложение. Да, выгодное предложение. Вот, камбучийный рай просто тут. Удоволен. Камбуччи любишь? Да. Органик, камбуччи. 13,89. За сколько тут? 8 баночек камбуччи. Это чайный гриб, да? Да. Да. Пойдем за мной. Идем. А то Артур вешенку, все орехи сжирает, и все сухофрукты тоже сжирает, и я тоже хоть как-то ничего не буду. О, вот это вот уже интереснее. Это пицца Бейглс. 10 долларов 89 центов за вот такую вот упаковку. Тут у нас 1700 грамм. Блин, оно открытое. Нет, давайте возьмем то, что подальше. Это типа, короче, бейгл. Хлеб такой, так скажем. И сверху на нем томатная паста и сыр. Вот, по сути. 24 штуки их здесь внутри. Я только что припарковал свою тачку. Смотрите, возле чего. Контент специально для настоящих мужиков. Бейгл Стандарт. Я помню, когда занимался спортом в Казани, когда ходил в тренажерку, я именно вот такой пакет и брал. Вот это его цена. 50 баксов, на него сейчас скидка 15 долларов. Тут у нас 2,5 килограмма за 35 баксов. Кстати, неплохая скидка, по-моему, в магазине так и стоит. Вот еще изолят есть. Изолят 24 доллара. Полтора килограмма. В прошлый раз, когда мы здесь были, мы взяли вот такие вот миндалевые орешки. Олманс. В этот раз мы с тобой возьмем аж две такие упаковки. Аппетиты растут, понимаешь? Не, на самом деле, крутая тема. Очень понравилось, поэтому мы возьмем две. Че? Прости. Сейчас выявишься? Ну, просто держи себя, чтобы не давать. Че слышали? Аппетиты растут. Не, ничего. Я понял. Я понял твою аналогию. Ладно. Это уже не детский контент пошел. Они стоят 11 долларов 79 центов. Одна такая упаковка. А вот мы и до пиццы дошли. В прошлый раз мы брали вот такую пиццу, пепперони. Она стоила неважно. В этот раз мы, короче, возьмем вот эту. Это просто с сыром. 9,5 долларов. Там 4 штуки. 2,5 доллара за одну пиццу. Класс. Мы тут смотрим жидкость для контактных линз. И то ли у них какой-то сбой в системе, то ли тут действительно такая бешеная акция. Потому что обычно одна бутылочка такой жидкости стоит как раз где-то в районе 14 долларов. И обычно две стоят 18-19. А здесь за 14 долларов предлагают три больших бутылочки плюс одна маленькая для путешествий и два контейнера. What is that? Далее мы берем упаковку Эдвилла. Это обезболивающее. Две упаковки, в каждой по 120 таблеток. Это капсулы, да, внутри? В общем, это очень дешево, потому что они тут стоят всего лишь 14,5 долларов. И хорошо, чтобы дома была всегда запаска. Запаска именно вот таких вот таблеток. Чисто американская тема. В Америке это популярно. Каждый, по-моему, знает, что такое Эдвилл. Да, ну это действительно хорошее лекарство. Я не люблю эти лекарства, но иногда, раз в месяц, бывает такое, что очень нужно выпить обезболивающее. И Эдвилл отлично помогает. Мы тут снова проходим мимо раздела орехов. Что-то вот эти писташки так манят. Я вообще их обожаю прям очень. Это стоит 17 долларов 89 центов. Тут 3 паунда писташек. Блин, ну это тоже дороговато. Писташки, они везде дорогие. И, в принципе, я их обожаю прям очень. Поэтому с нас 89, погнали. Вот такая вот у нас маленькая чележка получилась. Вот это все, что мы взяли. Посмотрите на чек. Нам это все обошлось 147 долларов с половиной. И реакция Оли сначала была серьезна. Если честно, неожиданно, что такая маленькая челега и так. Ну да, неожиданно на самом деле. Хотя ожидаемо, потому что, на самом деле, тут все не дешево получилось. Зато все органик, да, типа. Не, ну правда, все продукты, правда, хорошие. Вот, мы сейчас хотим взять мороженое. Короче, я просто хочу показать то, что я хочу вместе с Олей вот такое вот мороженое. Всего я ждал 35 за мороженое в стаканчике такое разливное. Просто обожаю. Может, можно купить, смотри. О, точно, давайте свои закажем. Смотри, а можно взять с малиной до 65? Давай вот такой возьмем. Вот это давай возьмем? Да. Ну, 150 долларов поздравим, давайте. Шипуем сегодня праздник просто. Сейчас еще там на прокопки надо будет платить. Ну, ничего. Давай, берем. А еще плюс такса платим. Вот, то есть, 3.30 вышло за два мороженого, плюс такса 29, это вот 3.59. Давай, платим, да? You pay. I pay. Like always. Ой, конечно. Да, да, да. Like always. Да. 50-50. Все, мы заказали и оплатили мороженое. У нас ожидаемость очереди, номер 199. Ждем. Посмотрите, наше мороженое одно готово. Это второе. Thank you. Давай, просто посидим. А потом... Классно. Ложечки есть? Салфеточки есть? Давай. Чинг! Чинг! Они реально, да, большие? Круто. Вкусняшка. Ага. Это еще классно, что они прям настоящие кусочки клубники, да, положили? Да, давай присядем, Маркун. Встали. Пошли присядем. Так, сейчас мы будем оплачивать парковочку. Это сюда, да? Три бакса. Ага. Все, тихо. Все, тихо, тихо. Получается, я до трех часов здесь приблизительно находился. Ну, мы здесь были где-то два часа, да? Три доллара за парковку. Все, мы загрузились. Очередной раз. Вроде бы продуктов мало, но при этом цены ведь не маленькие. Ну, все, уже время полседьмого. Мы едем домой. На этом все. Пора ложиться спать. Да, пора привыкать. Пораньше ложиться. Все-таки уже теперь, получается, я буду рано вставать. Шесть утра каждый день. Спасибо большое, что посмотрели этот день. До завтра. Субтитры сделал DimaTorzok